Привет со всех ребят, меня зовут Андрей, добро пожаловать в игру Get Even. Эта игра коротко из себя представляет такой, как нам говорили в трейлерах, потому что трейлеры нам показывали ещё очень давно, и если бы игра выходила, например, какого-то два тому назад раньше, то игра была бы достаточно на высоком технологичном уровне, однако сейчас же игра выглядит, в принципе, на достойном уровне, но при этом уже немножко так, знаете, подустаревает. Не знаю, на каком бюджке была сделана эта игра, но лично у меня FPS работает здесь немного очень странно. Во-первых, две вещи. Первое. В этой игре не работает сглаживание. Хотя, сыт вообще, я пробовал разные патчи совершенно, отдельные скачивал, тоже находил. Вообще, у меня не хочет, какой бы параметр сглаживания я бы не выставлял. Сглаживания нет. Ни FX, ни TX, даже отдельные настройки NVIDIA тоже сглаживания работают. Не хотят работать, тупо не хотят реально вставать. Не знаю, может быть, это временная проблема моей десятой винды или моей конфигурации ПК, но, блин, это немного печально. Вот. И не я один такой, кто жался и на форумах тоже это все дело читал. Есть такая реально проблема. Пока она не фикшена, поэтому сорян. И, во-вторых, FPS здесь, ну, как, он на моей конфигурации системы работает все на максимальных настройках, только периодически почему-то проседает, ну, FPS как, в лесистой местности 40, 90, а потом, типа, не стало ни с чего, в некоторых пост, ну, может прыгнуть до 270. Так, конечно, стоит параметр главного сглаживания. Ну, и на всякий случай, конечно, чтобы не было просадок, я поставил примерно вот такие настройки. Вот. Ты пришел сглаживание, и такое не ставь. Эффекты и постобработка, я так постарел, ну, просто... Особо эффектов каких-либо там нет, но я могу, в принципе, поставить на очень высокое. И если тени, какие не меняю, они, в принципе, ну, и будут тенями, в принципе, и к них ничего приградываться надо. Постобработку я сделал ниже, потому что я не люблю дикий эффект блика. Вот он реально дикий в этой игре. Размытие движения я тоже выключу, потому что, ну, я не любитель какого-либо. Вот. Это... Death of Field и размытие я не люблю потому... Ну, не потому что, как бы, это, ну, нереалистично там или еще что-то. Нет, это вполне реалистично. Просто лично для меня это неудобно. Это реально неудобно. В остальном игра выдает от 30 до 200 FPS, и вот в лесистой местности FPS, ни с того нижнего, что бывает, просто прыгает. Вот ты стоишь на ровном месте, и он прыгает. Понятия не менее, почему. Возможно, что-то там, как этот... у меня какой-то косяк именно с моей конфигурацией, но как есть, так и есть. Во-вторых, у меня немного сейчас иной микрофон, чем мой старый. Не знаю, лучше он или худше, но... В общем, мне надо говорить не вашу вплотную. Если тот микрофон старый, он улавливал меня на диапазоне, что микрофон стоит на столе, да, и все, я могу немного голову назад опрокинуть, чтобы мне было, по крайней мере, спине удобно, то все. Здесь же такая ситуация с микрофоном, что надо реально вот ему вплотнуть, чуть ли его не облизывать. Ладно, что-то начал о том, как описывать, что это вообще-то игра и тому подобное. Ну, коротко, я как понимаю, что мы играем за главного мужика, который там что-то в воспоминаниях копает. То-бишь, то, что мы видели в трейлере, это нам покажут в самом начале, а потом из этого все будет исходиться. То-бишь, игра из воспоминаний. Элементы шутера, стелса, все это, в принципе, нам так немного показали, пообещали, но как это все выглядит, ну, вот и узнаем. Я вообще об этой игре ничего не знаю. Новая игра, болезненная, мягкая. То-бишь, либо слишком изи, либо слишком жесткая. Не знаю, у вас по стандарту стояла болезненная, значит, пускай она такая и будет. Да. Субтитры вам читать не буду, потому что, как бы, ну, я считаю, что мое чтение, оно некорректное, ужасное и, как бы, так выразится. Оно не подходит по интонации вообще в целом. Если ты пытаешься кого-то как-то озвучить, более-менее, так, знаете, грубый голос или женский голос, то мне это не выходит. Поэтому читайте, ребята, сами. Увы. Окей, я готова. Блэк, не приближайтесь к месту обмена. Девушка у нас, вам ее не спасти, не вмешивайтесь. Спасти девушку. Не знаю, что по сенсу, кстати, вот сейчас у меня, вот, когда я только стартанул, у меня было вообще 40 кадров, сейчас у меня вообще 90 показывает. Ну, это я так, просто к слову говорю. Что, что-то здесь не то с FPS, а может, надо еще пару патчей подождать. Ну, вот сейчас у меня, вот, сам еще вот, тоже прыгает. Хотя настройки я показывал. Есть прикол в том, что на ультрах то же самое. Просто я решил немного присмягчить FPS на запись. Лично. Это, кстати, ничего не пустил, так на один, на два, на три. Причем, ну, как бы так, вроде бы, оружие двигается. Да, у меня пламя-гаситель, это не глушитель. Так, хорошо, отсюда нельзя. Если слышно будет мой аквариатур, не серчайте. Все-таки у меня новый ПК, и это не ноутбучная аквариатура, ножничная, которая очень тихая. Это все-таки обычная мембранка. Но она довольно, она потише, то бишь, у меня две аквариатуры, и это самое тихое у меня. Мне показалось, или это... Кост-обработка такая у меня, или так тени отрисовываются? Ну, ладно, не серчайте. Если что, в следующей серии подфикшу все это. Пока так, как есть. Так, на что приседать? Control. Прыгать нельзя. В кустах можно накатиться вообще? Ну, как бы, да, можно. Крю, параметры сглаживания, если что, нет. Я реально тестил, я очень долго парился с параметром сглаживания. Его просто нет. То бишь, то, что вы сейчас видите более-менее сглажено, это все из-за того, что играют на Full HD. Пусть это 720, извините меня, а то... Куда страшнее. Есть у меня фонарик? На F... F... L... I... Не знаю. Она, видимо, научится. Понял. Понимаете, что там как-то не по себе лишь потому, что игра меня пугает своей тишиной. Здесь реально очень тихо. Сядь. Для меня этот рукой для враг интереса. Тут еще дрон летал, я увидел. Что-то теперь я его не вижу. А почему у меня так мышка упорывается? Нажмите там, чтобы достать смартфон. Так на единицу, чтобы достать. А! Ультрафиолетовый фонарик, мемуары, сканер, тепловизор, карта. Так, это сканер, не вкадин, теплак. Того вообще видно, нет? Куда он ушел? Кстати, а карта выглядит довольно-таки прикольно. На самом деле, вполне даже реалистично я подсказал. Ну, типа, знаете, как гибрид с карты какой-нибудь. Именно там, Яндекс.Карты, Гугл.Карты. Так, сообщение. Ультрафиолетовый фонарик. А, да, смотри-ка, есть. Так, это что? Это... Эмуара. Пусти девушку. Мне кажется, было бы правильнее игровой скриншот сюда поставить. Ладно, возьми пистолет, потому что если он с глушителем, на крайний случай я возьму себе... ...автомат. И зеленый индикатор на торце смартфона указывает, где находятся вещественные доказательства. Ага, понял. То есть, это дыхание, оно меня пугает. Две, три. Ага. Четыре. Четыре. Это здесь. Не вот это, вот это, да? Вот это. Здесь у меня три. А, и что мне надо с ним сделать? Не знаю. Теплак. Теплак ничего не дает. Ну, типа, наверное, сканер нужен, где он там у меня. Да. Это милитарный класс. Нет, ну как бы это мне ничего не говорит. На самом деле это, что, ну, это как-то беспилотник, да. Ладно. А можно ли как-то вот быстро переключаться между этим всем? Поринг-ган наклонен я влево. Что? На меню телефон, так, дополнительно. Ага, ультрафиолет, камера, тепловизор, карта, сообщения, фотогалереи. Дополнительное оружие, основное оружие, телефон. Переключение приложения, СКМ. Использовать сонар. В. Клощение, телепорт, пробел. Убрать оружие, телефон. О, наш. Хэппи-насси. Быстрое сканирование. Левальд. Так, F1. Прикольно. Нет, кстати, как фонарик его, кстати, можно использовать. Причем, знаете, свет такой очень мягкий. Что мне нравится. Особное оружие. Не, ну, как бы я случайно нажал, так просто. Все, погоди, что? А, нет. Я понял. Так, карта. Принял. Так, что я там еще видел? Аж что-то. Это убрать. Пробил телепорт. Что там было? Плэйти в дополнительном. Ой, зачем мне звук? Сейчас, ребята, просто правильным освоюсь. Запись в блокноте Z. Сонарвая. У меня ни того, ни другого нет. Видимо, это будет все позднее. Ну, ладно. Надо просто периодически тогда, наверное, поглядывать на телефон. При этом, наверное, использовать сканер просто. Постоянно держать. Ну, просто это не очень неудобно. Ну, как бы, да, реалистично. Но неудобно тем, что... Ладно, пока фонарик возьму, потому что ни хера не видно. Неудобно тем, что если какая-то будет замануха, ты должен еще на оружие переключиться, убрать телефон, тому подобное. Что-то, собственно, мешает. Ладно. Кстати, у меня одна палка. Две. Одна. Две. Следы. А, кстати, видите, посмотрите на дверь. Видишь. Видишь, вот отсюда они идут. Кровь, кровь, кровь. Или я не знаю, что это. И вот она ведет туда. Так, ну, вот это минский срок просканить. Еще что-то есть, да? И это находится там. Видно, хорошо, как бы, что здесь видно. Это как бы нет. Погоди, что-то... А, вот, веревка. В смысле, виждок не обнаружен. А, он было ближе подойти. ДНР обнаружено. Сампуль корруппировал. Слышь. Воно. Не, музыка меня реально давит. Еще где что-то есть? Это вещдок. Идут туда. Эта дверь закрыта. Курили, кстати, недавно. Слушайте, вот, про элементы хоррора я ничего не знал. Но при этом мне реально не по себе. А я к хоррорам очень негативно отношусь. Там еще что-то было, наверное, этот... Какой-то скан, я помню. Соляцин, я быстро и бежу на таковпезе. Привет. Хотя можно просканить? О, R взять. Отлично. Подобрал пистолет или патроны. Не, ну мне это ничего не даст, конечно, да. Как бы меня игра ведет туда. Что тут у нас? Сюда тоже можно пойти охренеть. Обойму. А, надо зажимать, R, я понял. Я думал, я отсканирую фотографию, а то, что он стрелял с пистолета, так это и так понятно, извините меня. Я его только что подобрал. Не, ну как бы я бы хотел сходить в иные места, но, блин, как бы, возможно, мне туда придется сходить позже. В этом я-то и не уверен. Потому что здесь все-таки следы есть. И они меня ведут и в это направление тоже. Ага. Принял. Значит, мне ничего не остается, как пойти именно туда. Хорошо, сначала будем идти туда, когда меня ведет игра. Если мне все-таки дают возможность повернуть в другую сторону, значит, я поворачиваю. Продолжение карта Сидиршотмекс общается в реальном времени. Лол. Не слабо так. Это ж читерство. Типлак. Ладно. Я не знаю, как вам будет это все по гамме, если честно. Но у меня гамма я немножко подкрутил. Значит, я как-то мне не по себе сейчас на таких местах. Это так, чтобы я больше не попрощу. Ага. И сюда. И не сюда. Ага. Я пришел отсюда, могу еще пойти туда. Вы там что делаете? Да. Такое подзрение, что они там застряли. Они типа не могут, ну как я тоже, в одну дверь долбиться и все. Либо они не могут пройти из-за триггера. Нет, нам еще не ушла. Да, реально, они не могли пройти, потому что... Или они что-то делают там. Ладно, будем пока их отслеживать. Ладно, при этом на ультрафиолете может много еще реально быть полезного. Я закрыта. Кстати, не знаю, реагирует ли они на этот шум или нет. Но как бы здесь катакомбы. Если я их слышу хорошо, значит... И они меня как бы слышат хорошо. Что-то мне не нравится эта музыка. Туда и туда надо. Простите, за матану просто реально. Я не люблю хорроры. У меня реально не по себе. Они там. А я могу пойти и туда. Понял. Я с тобой могу что-то сделать? Как бы и туда могу пойти. Надо просто посмотреть, что здесь. А, это я обошел так удачно. Или что-то можно было сделать? Нет. Казалось. Теперь мне нужно закрыть дверь. Чувак, мне тоже страшно. Сейв. Чувак, я пересрал. Да ну нахрен. А что, я должен так подойти к угу, что ли? Охренеть. Вот эта вещь. Ты бишь. Ооо. Жена. Ну. Прости, братан. А, все, у меня уже максимум шестьдесят, я понял. Да ебать это годная пушка. Что? Почему эта бомба умерла? Где в душе Майк? Он, наверное, на его телефон. Типик типичный. Найдите. Хорошо. Кто это? Позвольте его. Я знаю, что ты боишься, но ты должен быть спокойным. Трофей, я не знаю, что-нибудь где. Трофей, я не знаю, что-нибудь где-то. Ты должен быть спокойным. Да ебать игра в напряжении держит, конечно. Правда, тут это заматанно, я реально отношусь к короррам очень так себе. Потому что реально вот ни с том, ни с чем, когда вышел тот мужик из-под музыки, а я так передернулся. Ладно, спокойно. Всего лишь игра. Всего лишь игра. Это катсцены или что? У меня тупо 30 хп изолочено. Ну да, это была катсцена, но FPS остался то, что я думал. Окей, выглядит, как будто я буду в строительство B. Жду в корпус СИБЛЭ. А у меня ни хрена нет, я понял. Хотя бы эти функции есть. Окей. Шарадовец. Бомба, девушка. Колобой пришел туда, чтобы я спасти. Что? А где ад? Я знаю, что я колобой. Я этого не помню. Клянем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как-то там F5. Не-не. А не могу мне это второе сообщение открыть. Вот, да. Вот так вот делать не надо. Так, это корпус САН, я все равно подойду, посмотрю. Ну, конечно, мне тут реально, правда, не надо. Корпус B. А все-таки осмотреться бы мне не помешало. А-а-а-а. Бутва. А-а-а-а. Не, знаете, вот именно вот лесистое место с такая, она вот сделана очень красиво. Очень объемный и прочее. Правда, FPS, конечно, живет немало, ни с того, ни с чего. То бишь, не оптимизировано очень в этом месте. Конечно, можно пожаловаться на мою слабую систему, но, блин, все-таки у меня есть игры, которые куда, как бы, требовательнее работают, куда лучше. Чем вот эта игра. Как бы... Так, конечно, бывает. Будто 30. Так, ну ладно, я, в принципе, все осмотрел, что хотел. Пойдемте в корпус B. Я правильно понял, да? Да. Я аж чернулся. Блин. Опять эта же самая музыка отдаленная. Чем ближе я к ней, тем она больше будет нагнетать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что? А! Кратче, я понял. Лучше держать так с камер. Протез? Так, это же протез, нет? Или, как бы, это просто защитный кожух. Ну, тапок. Ладно. Так, что у меня потеплоко? Есть что-нибудь такое? Нет. Так что, пока ультрафиолет держу. Что ж, хочешь как-то видеть? Черт. А я здесь alone? Нет термических читателей в районе. Только я, тогда. Пад. У тебя искусственный интеллект, что ли? В телефоне. Охренеть, теперь. Ага, я понял, где я. Хорошо, у меня там в этот из ванной звуки доносятся по этим трубам. Вода обогадет, не стану ничего. Держите меня, это пугают, эти звуки. Я вот в эту триггерную зону вхожу, и вот нереально вот понимаю, что у него здесь не по себе. Что у нас здесь? Окей, манекен. В смысле, это процент, это манекен. Не-не-не, я не только он какой-то нажал. Еще можно прервать. Это же манекен. Да это ты про кровь. Да? Трелесно, конечно. Так, пожалуйста, не вздыхай, так мне страшно. Ага. Хорошо. Я пока спойду позже. Наркотики, если не ошибаюсь, не помогут. Дракс, я не помню. Короче, как этот, таблетки. Ну, короче, неприятно, как хер ли этот киркот. Кому надо, может, смотреть. А, я могу залезть? Блево. И закрыться могу. Нет? Ох, хорошо, ну. Ну, ладно. Все, нихрена не вижу. Ага, все, вижу. Щитки одинаковые, ну, практически одинаковые. Ну, при этом у них направление тепла совершенно разное. Коди, а мне куда? Не вас надо отодвинуть? Нет, вы не двигаетесь. А, все, ничего. Понял. Здорово, братан. Приятненько. Что-то, знаете, как-то такое. Где-то там было, что там, выход. А, нет. Только сюда. Не, я говорю же, была. Чима. Мне казалось. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давайте только без этого, пожалуйста. Твоя вина. А? У меня одна палка. Две. Так, ну где рубильники? Я помню. Вы сейчас не представляете, как мне страшно. Может, у нас открылась дверь? Так вот, вроде бы здесь. Так, тепловизор на тройку. Ты. Ага. Ты. И ты. Сам прикол в том, что оружие у меня-то нет. Сам прикол в том, что мое сердцебиение перебивает от отца. Так, мы уже, типа, сейчас пишет электричество. Слушать, точнее. Что-то мне это все пугает. Я хочу тебя воспринимать. Хорошо, я играю в хоррор. Я хочу записывать его. Убедили. Что-то мне. Что-то мне. Здорово? Кто-то там? Эй! Эй! Сказать, что типовых сигналов не обнаружено. Ткань образец ДНК по-женски. Погоди. Это, 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 это случайно не те все фотографии, которые я смотрел? Что он там делал? Это все эти фотографии, которые и в этот образец, то бишь, телефон, то, что он мне говорил, то же самое и здесь. Под? Шуменция, перчатка, пальцы, да! Эээ, про пули сейчас скажет, да? Да! Что происходит? Вернувшись из армии 7 лет назад, Блэк, похоже, провел несколько лет в алкогольном, а иногда даже в наркотическом забвении. Деньги он добывал подработками в небольших окранных фирмах, где со временем приобрел особую репутацию. Все знали, что он готов взяться за любую работу, и в конечном итоге он стал наемным убийцей. Со временем Блэк завязал с пьянством и с головы ушел в работу. Его клиенты щедро платят, но Блэку деньги нужны лишь для того, чтобы ценить важность контракта и серьезность намерений клиента. Судя по психологическому портрету, Блэк глубок противоречий. Он испытывает угрызение совести после каждого убийства, но только благодаря убийствам он нашел смысл жизни. Свидение о родственниках и друзьях нет. В друзьях, точнее. Вот о чем я говорил, у меня проблемы с чтением. Катия. Куда? Слушайте, она у меня опять для палки. Блэк! Как я пересырала? Блэк! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok